Анна Каренина «На новый лад» на сцене областного театра «Кукол» состоялась премьера спектакля с участием известной белорусской актрисы Веры Поляковой Макей. Это постановка современной видения бессмертной классики, одноименного романа Льва Толстого. Главным партнером спектакля выступил Мурманский морской рыбный порт. Театральный проект из Республики Беларусь успел стать популярным во многих городах России. Анна Каренина – одно из знаковых произведений русской литературы, визитная карточка во всем мире, известная каждому. Однако классическое произведение в исполнении белорусского проекта 3Т-формат – это осовремененная постановка с элементами мюзикла, но все с тем же драматизмом на пределе чувств. Премьера спектакля с участием известной белорусской актрисы Веры Поляковой Макей, которая играет саму Анну, состоялась в Мурманском театре «Кукол». Показ этого яркого спектакля стал возможен благодаря поддержке Мурманского морского рыбного порта. На самом деле мы очень хорошо общались с белорусской делегацией, которая приезжала к нам по поводу нашей профессиональной деятельности по перевалке грузов, по хранению грузов. И нашли какие-то точки взаимопонимания и соприкосновения именно в культурной Ниве, когда обменялись контактами и поняли, что есть такое мероприятие, которое требует финансирования небольшого с нашей стороны. Мы выступили помощниками, партнерами в этом мероприятии. У нас не только производственная деятельность по перевалке рыбы и морепродуктов, но мы очень активно поддерживаем культуру нашей области и культуру братского народа. Республика Беларусь для нас становится родной, потому что мы переваливаем грузы и Республики Беларусь, и, естественно, поддерживаем культурные события, постановку. Посмотреть театральную постановку собрался полный зал зрителей. Вы знаете, я учитель русского языка и литературы, и, к сожалению, Анны Карениной в программе нет. Мы проходим другие произведения Льва Николаевича Толстого, такие как «Война и мир». И поэтому я решила детям хотя бы таким образом, но все-таки их познакомить с таким произведением, как Роман Анны Каренина. Надеюсь, что детям понравится, и я тоже получу огромное удовольствие. Такое сотрудничество между Заполярьем и Республикой Беларусь вывело дружбу на новый уровень. Культурное направление ждет большое развитие. Мурманск всегда был, есть и будет городом-портом. В последнее время развитие морской логистики стало важнейшим аспектом экономической деятельности страны. Мурманский морской рыбный порт трудится над стоящими перед ним задачами, в числе которых развитие импортозамещения как в России, так и в Республике Беларусь. Это подчеркнул и президент Лукашенко на недавней встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Мурманск